1 сентября – это день знаний и праздник первого звонка. Это долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это праздник и для тех, кто не в первый раз сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной и полной открытий школьной дороге. Огромные букеты цветов, разноцветные воздушные шары, нарядные, немного растерянные первоклассники и радостные учащиеся постарше заполнили всю площадку возле крыльца школы номер 6. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, а первоклассников встречают с особой торжественностью. В этом году за школьные парты в Сланцевском районе сядут 3 327 учащихся, в том числе 358 первоклассников, а коллектив педагогов пополнился 9 молодыми специалистами, в числе которых 8 бывших выпускников сланцевских школ. Всего на подготовку к учебному сезону 2017-2018 годов из бюджетов разных уровней было выделено более 36 миллионов рублей. Борогие первоклассники, я верю в то, что в школе вы научитесь не только читать и писать, вы научитесь дружить, вы научитесь понимать друг друга, вы научитесь любить свою родину. Я желаю вам больших успехов в учебе. И, конечно, особые слова нашим выпускникам, потому что в этом году ребятам предстоит задуматься, куда они пойдут, для чего они получили многие свои знания, чего они могут достигнуть в жизни. К поздравлениям и пожеланиям присоединились и почетные гости праздника. Главный специалист отдела общего и дополнительного образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Алексей Андрюшин и председатель Комитета государственного жилищного надзора и контроля правительства 47-го региона Александр Тимков. Также он зачитал поздравительный адрес от губернатора Александра Дрозденко. В свою очередь ко всем ученикам и родителям обратилась председатель Комитета образования Сланцевского района Надежда Васильева. Уже подведены итоги голодового хозяйства. И сегодня мы сверяем свои планы на год новый, год наступающий учебный 2017-2018 учебный год. И все мы здесь сегодня, собравшись и понимаем, что без нашего огромного труда планом, который мы построим, реализоваться в Ленингасе. И пусть этот труд, труд учиться, труд учить будет очень сложным. Пусть результаты, которые мы получим, мы увидим не сразу, они будут осрочены. Но результаты будут. Я верю, что результаты обязательно будут. Настоящим сюрпризом для детей стало появление на празднике веселых скомарок. Они рассказали ребятам, чему учат в школе и дали им много мудрых советов. Затем звонко зазвучали стихотворные обещания «Хорошо учиться» от новоиспеченных первоклассников. И трогательную песню о школе исполнили одиннадцатиклассники, для которых эта линейка последняя. «Школа, школа, двери распахни! Школа, школа, уроки двери нет! Школа, школа, учителю достиг! И твоей любовью мы согреты!» И, наконец, после поздравлений на путьстве, первый школьный звонок провозгласил начало нового учебного года. Школа распахнула свои двери и под вспышками фотоаппаратов нарядные ученики прошли в свои кабинеты на свой первый урок. Где первоклассников уже ждали подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и исландцевского оператора связи «Контакт». В этот день, помимо обычных занятий, прошел и всероссийский открытый урок профессиональной навигации «Проектория». Провел его никто иной, как президент России Владимир Путин. Происходящее напрямую транслировалось в интернете. Открытый урок одновременно смотрели более миллиона человек. Учителя и учащиеся 16 тысяч российских школ. Тема всероссийского открытого урока «Выбор профессии». Согласно опросам, почти половина школьников считает это трудной задачей.